МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В школах Десногорска карантин. Вы готовы? Тогда помогайте нашим сказочным жителям обретать свои сказочные города. Сказочный город в Доме детского творчества. У нас выделены направления по экологии, такие как охрана атмосферного воздуха, охрана водных ресурсов, обращение с отходами производства и потребления. Смоленская АЭС. Лидер в экологии. А какой груз вы знали? Нет. А в каком количестве вы знали? Не знали. Левая водка в Крутогорке. А сейчас об этих и других событиях подробнее. С целью обеспечения эпидемиологического благополучия среди населения города по острым респираторным инфекциям и гриппу в сезон 2017 года. В школах города введен карантин, но не для всех. Все подробности далее в сюжете. Несмотря на то, что в Смоленской области многие школы закрывались на карантин по гриппу еще в конце прошлого года, Десногорские образовательные учреждения закончили 2016 год без карантинных мероприятий. С начала 2017 года мониторинг показал, что в первой и второй школах города заболеваемость учеников ОРВИ превысила порог в 25%. Эту информацию мы передали в санэпидемстанцию и по рекомендации санэпидемстанции мы закрыли образовательные учреждения и прекратили учебный процесс в школе номер 1 и в школе номер 2 до 13 числа включительно. Мы продолжаем вести мониторинг в школе номер 3 и 4. Заболеваемость на уровне 15%. Поэтому пока решение о прекращении учебных занятий в школе номер 3 и 4 мы не принимаем. Преподаватели школ и воспитатели детских садов обращаются к родителям. Если ваш ребенок чувствует себя плохо, оставляйте его дома, чтобы не осложнять его здоровье и не заразить окружающих его детей и взрослых. Зима наносит очередной удар. Территория региона достигла арктическая воздушная масса, чье вторжение на европейскую часть России сопровождается высоким давлением, ясной погодой и сильными морозами. Этот антициклон будет определять погоду в Смоленской области до конца недели. Лишь в пятницу антициклон будет вытеснен более теплым атмосферным вихрем, который принесет облачность и повышение температуры к выходным до минус 5 градусов. В Смоленске отметили День российской науки. На территории нашего региона работают и занимаются исследованиями 800 кандидатов и 130 докторов наук. Самых успешных представителей Высшей Смоленской школы 8 февраля наградили почетными грамотами региональной администрации и благодарственными письмами губернатора области. Юные журналисты из Десногорска стали частью редакции «Росатомкул». Создать электронную газету, которая объединяет молодежь атомных городов, предложил Центр творчества Лесного Свердловской области. Проект победил. Желающих вступить в сообщество корреспондентов оказалось свыше 400. Но заочный этап выдержали только 39. В состав редколлегии вошли и юные десногорцы Мария Шуткова, Александра Судакова и Илья Калаур, обучающиеся компьютерного клуба при Доме творчестве. В конце января вместе со своим педагогом Еленой Нестеровой ребята побывали на фестивале «Атомсфера», где с головой окунулись в мир журналистики, получили от мастеров необходимые знания и тут же смогли их применять на практике. А 9 февраля в Десногорске на базе Дома творчества состоялось образовательное событие для дошкольников «Сказочный город». Это мероприятие проводилось в рамках проекта «Школа Росатома» и стало первым муниципальным этапом. Впервые в рамках проекта «Школа Росатома» прошел конкурс для дошкольников. В муниципальном этапе от Десногорска приняли участие команды семи детских садов города. Предварительно во всех детских садах прошла работа. И вот сегодня мы посмотрим, как ребята готовы к этому, что это за конкурс. Название нашего конкурса «Сказочный город». Дети в игровой форме выполняли важное задание. Они строили города для сказочных жителей из бросового и природного материала, а затем представляли его. Все участники получили сладкие призы, медали и дипломы в различных номинациях. Смоленские предприятия нуждаются в кадрах рабочих специальностей. Об этом шла речь на совещании членов областной администрации. Работодатели ищут сварщиков, электромонтеров, операторов котельных, водителей и швей. Для повышения престижа рабочих профессий служба занятости населения совместно с образовательными организациями проводит профориентацию школьников. Глава региона предложил поднять вопрос о возврате к так называемому целевому набору абитуриентов. Смоленская атомная электростанция получила статус экологически образцовой организации концерна «Росэнергоатом». Известие об итогах отраслевого конкурса пришло в конце декабря. О том, какая работа для достижения этого звания, велась в нашем следующем сюжете. Наше градообразующее предприятие относится очень ответственно к экологической обстановке как на территории Десногорска, так и Росэнерго района. Работу в этом направлении обеспечивает специальная экологическая служба из девяти сотрудников. Реализуются мероприятия по работе с радиоактивными отходами по охране воздуха, почв и водных объектов. Ежегодно проводится зарыбление водохранилища. Ежегодно у нас проводится зарыбление нашего водоема растительно-ядными породами рыб. Эта работа продолжается уже во взаимодействии с органами рыбнадзора. Вся проделанная работа по природоохранной деятельности каждый год оформляется в отчет, который предоставляется на суд общественности города и всего региона. В этом отчете представлена практически вся достоверная информация об экологической ситуации в районе Смоленской атомной станции, представлены наши основные природоохранные мероприятия, наши пути вперед, то есть наши планы в части экологии. И также есть раздел как раз по взаимодействию с надзорными органами, общественными организациями и населением. На протяжении нескольких лет Смоленская атомная станция считается самым безопасным и экологически чистым производством. За это она отмечена разного уровня наградами, а в конце прошлого года признана экологически образцовым предприятием госкорпорации «Росатом». В 2017 году, который обозначен годом экологии, отделом охраны окружающей среды САЭС, будет проведено более 70 природоохранных мероприятий. Это встреча с населением, презентации экоотчета, различные обучающие семинары и, конечно же, мероприятия по защите окружающей среды. В областном центре прошел семинар, в котором приняли участие Ассоциации слепых из Москвы и Екатеринбурга, а также вице-президент Французской ассоциации слепых имени Валентина Гаюи. Участники собрания рассмотрели ряд профессий для людей с инвалидностью по зрению. На сегодня в Смоленской области проживает около 10 тысяч инвалидов по зрению, и только 20% из них официально трудоустроены. В Смоленском регионе будут развивать деловую активность незрячих и слабовидящих людей, ведь их трудоустройство – это основной критерий реабилитации. Криминальные новости. В Смоленске по горячим следам задержали грабителя, который прямо на улице избил женщину, а затем вырвал у нее из рук сумку. Добычей грабителя стали 9 тысяч рублей. 24-летнего подозреваемого задержали. Как оказалось, он уже был ранее неоднократно судим. Свой поступок он объяснил отсутствием постоянного источника дохода и алкогольным опьянением. Также установлено, что это не первый его грабеж. По факту возбуждены уголовные дела и ведется следствие. На трассе в Ростовском районе около деревни Крутогорка сотрудники ГИБДД остановили фуру для проверки документов и досмотра груза. О том, что обнаружили оперативники в кузове, мы расскажем вам в нашем следующем сюжете. При досмотре груза автоинспекторы обнаружили 15 тысяч бутылок с немаркированным алкоголем. Изъятая была направлена на экспертизу. Исследование показало, что в бутылках находится спиртосодержащая жидкость, которая не соответствует по крепости, заявленной на этикетках. Федеральные акцизные марки отсутствуют. Этикетки наклеены криво. Колпачки пробок на бутылках располагаются на горлышках неплотно. Кроме того, у водителя, предпринимателя и стулы отсутствуют документы на перевозимый груз. Он пояснил, что вез водку в Тверскую область для реализации. Общая стоимость алкоголя превышала 3 миллиона рублей. В настоящее время следственным отделом межмуниципального отдела МВД России Ростовский возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса, производства, приобретения, хранения, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, совершенной группой лиц. Максимальное наказание, предусмотренное по этой статье – лишение свободы на 6 лет или штраф в размере 1 миллиона рублей. И в завершении выпуска новости спорта. В спортивном комплексе «Урожай» прошел ежегодный турнир, собравший около сотни юных спортсменов из разных районов области. В упорных боях боксеры из областного центра Рославля, Сафонова, Ярцева и Десногорска выясняли между собой, кто будет представлять наш регион на предстоящих соревнованиях среди команд Центрального федерального округа в Подмосковье. Для многих из них этот турнир оказался первым серьезным испытанием в спорте. В Смоленске открылась регистрация на региональный этап «Лыжни России-2017». Она проходит в Школе Олимпийского резерва «Юность России». Самая массовая лыжная гонка состоится 11 февраля на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Смена» в Красном Бару. Также по традиции региональный этап «Лыжни России» пройдет в Вязьме, Рославле, Духовщине и Гагарине. Предполагается, что в Смоленской области на старт выйдут около 5000 человек. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала одеснадефис.тв.ру. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова